Вы эту книгу не считаете? В доме у вас нет её, да? А, нету, нету. У вас карамет. Понятно. У вас вот эта книга, наверное, дома есть, да? Коран, Коран Библии у нас. Ну? Считать умеете? Да, 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 да. Ну вам что, там разве не говорится о том, что есть рай и ад? У вас тоже сказано про это? Да. Ну, а как там быть? Где будет человек-то? Надо решать сегодня. На боку туда не попадёшь. Надо работать, бежать. Правильно говорю, что надо трудить по-честному. А не воровать, а не так, как сказать, не делать, что... Ну, вам трудно говорить. Мы верим, что Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес. Чтобы мы жили по заповедям Божьим. Любили друг друга. Ты христианин? Да, я христианин. Проповедник, православный. Да. А он тоже пророк, который... Он тоже наш пророк был. Ну да. Да, Иисус, он не умер, его подняли... Он умер, умер, умер. Он умер, его... Прибили его, вот он везде висит, крест видно. Да, да. Так, ну ладно. Христиане были за ней, а Ибраим был за евреев. Вот у вас там кто-то был бы? Да. У вас кто-нибудь там, у вас кто-нибудь рядом есть, который знает, что здесь написано? Я бы поговорил с ним. Спросил. Ну, готово. Да. Поговорил. Позови его сюда. Сейчас подожди. Давай. Давай. Добрый день. Мир вам. Я спросил вашего там кто... Я не знаю, кто он вам. Я говорю, у вас кто-нибудь есть, кто эту книгу знает? Кто может ответить на вопросы? Вы ее знаете? Считали? Да. Ну, я вам вопросы могу задать? Угу. А вы, если вам желание будет, вы мне задайте по моей книге вопрос. Любой задавайте. Хорошо. Значит, к вам я вопрос такой ставлю. У вас что-то боком смотрится все. Прямо. Поставьте. Вы вот так вот у вас голова. Голова. Вот так надо... Вот. Ну, я вижу, вижу. Вижу. Рисунок боком. Это Аллах. Аллах это, который Иисус создал. Так, вы мне дайте того, мы поговорить хотели. Кто ответит на вопросы? Они просто не умеют. У меня есть один племянник. Ну, ладно тогда. Нам трудно разговаривать. Если бы кто-то был, знал разговаривать. Пока, ладно. Ты сейчас кому веришь? Я верю в священному писанию Библии и Христу поклоняюсь. Это второе лицо Троицы. Ну, ладно тогда. Ладно. Когда пришли, я говорю, потому что здесь гибель, ворота в ад. Чтобы людям рассказать, что ждет за все то, что здесь делается. Да, да. И рассказать о великой радости, самая большая радость, что Иисус умер за грехи людей и воскрес и зовет к покаянию. Да. Если у вас есть вопросы о Боге, о вечности, о душе, о будущем, страны, мира, можете задавать любой вопрос. Ну, в принципе, нет никаких таких вопросов. А это две причины, что нету. Во-первых, человек все знает. И вторая причина – ничего не знает. Даже вопрос не знает, о чем задать. Какой вы сами изберете. Что знать не дано никому. Это я студентам так говорил. Один все время вопросы задает, а другой уткнулся там, сидит. Классная борода у вас. Как у старовера какого-то. Мы строим деревню православную, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Одна деревня, а уничтожено 31 тысяча сел. И мы с нуля начали восстанавливать. Через 20 лет. Понятно. И успешно. Сами построили храм, школу государственную. Дороги сами делаем. За свой счет все. Мы у Путина ничего не просим. Одно только просим, чтобы не мешались под ногами. Так у него и просить-то нечего. Он все разворачивает. А как же? А как же она им это... То есть Сахарь отпустили. С наркотиками задержана была. Его премьер-министр, президент еврейского государства просили. И отпустили ее. У него есть что просить. У него показали. Я не видел сам. У меня 38 томов книг вышло. И Бог положил мне на сердце подарить библиотеке мира. И мы проехали 120 тысяч километров. Из Барнаула до Владивостока. Потом до Лиссабона. Государство Европы. Прибалтика, Скандинавия. И видели мои книги. Библиотеки у Владимира Владимировича Путина. Я ему посылал. Понятно. Ну что ж, рад был пообщаться с вами здесь. Так если вы хотите больше узнать, вы можете по Скайпу зайти. Игнатий Лапкин, Скайп. Такая есть система. Я в Скайпе не зарегистрирован. А это недолго зарегистрировать. Я могу скинуть вам тогда наши ресурсы. Равных которых нет в интернете. Вот у меня здесь... Я все равно не буду никуда заходить. А вы не выйдете оттуда, если зайдете. Вы-то не знаете. Насколько это интересно. Вот у меня здесь YouTube канал есть. Просмотров 45 миллионов. 20 тысяч 800 роликов у меня свои. Как называется? Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Во свете Библии. И когда зайдете, там написано видео. Ткнешь только и дальше ее бери. По плейлистам все разложено. Я надеюсь, меня выкладывать не будете. У нас все везде снимается. А вы что, мужик? Понятно. Вы мужик не голый. Не голый. Не материтесь. Не курите. Не хлюпайте. Не пьете. А то людям пример просто показать. Ну, правда, безбородый. Подкаблучник. Ну, ничего не сделать уж. Ладно. Не надо выкладывать на YouTube. Ладно. До свидания. Рад был пообщаться. Так, с Богом. Вас как звать-то? Александр. Александр. Защитник означает по-гречески. Так что защищай совесть, чтобы была не повреждена. Слово Божие. И жизнь закончить так, чтобы в раю быть, но не в аду с сатаной. Сейчас вышел один ролик здесь, интересно. В 12 минут. Называется «Интервью с дьяволом». Дьявол явился, и у него берут интервью. Страшно, жутко. Ну, отвечает как в Библии. Это глупость. Глупость. Ну, вы посмотрите, потом скажете. Ладно. До свидания. До свидания с Богом. Где ознакомиться с законом Бога? И что ждет это? Понятно. А у меня Библии нет, к сожалению. Да можно в храм сходить, купить. А где? В любом храме. Можешь отдельно Новый Завет Евангелия взять, подешевле будет. Пошли скреет, пошли скреет. Верующий? Да. Ну, понятно. Кто верит и покоряется Слову Божию, дела его идут вверх. А кто не верит, дела его идут вниз. Согласен. Тебе сколько лет, дедуль? 81-й, сынок. Офигеть, блин. Так мой дед прям. Может быть так. 41-го года, да? Если вам есть вопросы у вас задать. Какие? О душе, о вечности, о Боге, о стране, о мире. Обо всем можете задавать. А вы откуда вот? Из кухни, с кухни. Нет, я имею в виду, вы откуда, с какого города? Ну, а я никуда не выезжал, так и сижу на месте. Вы задаете вопрос, как чухся, откуда, это откуда, от, до, от пункта А к пункту Б. Вы даже спросите, если хотите, где я нахожусь. Конкретно. Я спрашиваю, в каком городе это живете? Да, город Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Хороший город. Прекрасный, красивый. Акала-Аби. Согласен. Согласен. Тут много людей неадекватных в Сирии, да? Да, есть. Тут их очень много, на самом деле. Ну, как сказать. Для одних много, а других мало кажется. Рыба... Ну, да. А вот для чего сюда зашли, вот что здесь делаете? Да я не просто делаю. А без устали тружусь уже 7 месяцев. Мы с... Где? В чатру летки, где? Мы, я проповедник. Я не знаю, Слово Божие. Отвечаю на вопросы. Помогаю людям выбраться, начать по-другому жить. Они приходят на мои ресурсы. У меня Ютуб большой. Сайт, форум, мейл.ру, фейсбук, твиттер. Везде материалы. Мне помогает целый коллектив. У меня в Ютубе канал, во свете Библии, 20 800 роликов наших. Это где это скинуть? Можете свои подробности сюда? Да, можете. Запишите. Я не могу. У меня заблокирована внизу эта клавиатура. Игнатий Лапкин. Начинаю, Загатин. Игнатий Лапкин. Запомните два слова. Запишите. И в скайпе вы меня сразу... Игнатий. Игнатий. Лапкин. Лапкин. В скайпе меня... Меня запомните. Нет, не запомните. Вы забудете сегодня же. Запишите, не пожалеете. Сейчас, секунду, подожди. Игнатий Лапкин, да? Да, Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Так, Игнатий. Лапкин. А канал называется «Во свете Библии». «В свете Библии». «В свет». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Четыре слова. И сразу откроется. А там, где написано, там будет видео, там видео ткнете и уже пошли. Ну там ваше же лицо будет, вы там будете, правильно? Я и там и есть. Это мои ролики, мои. На игру там. Геннадий Лапкин напишу, а там понятно будет. Ну да, вы увидите, как мы строим православную деревню с нуля, где не пьют, не курят, не матерятся, не воруют, не лгут. Ни одного аборта, ни одного развода. О чем Владимир Владимирович говорил о демографической катастрофе? У нас этого нету? Да, Путин это вообще последняя быдла существа. Ну видите как, вот мы строим, храм построили сами, с нуля, дома себе строят, усадьбу, школу, дороги, пруды восстановили. От государства не рубля за 20 лет. И мы благодарим Бога. Ну хорошо. Государство не помогает, оно наоборот просто изгаляет тебя полностью и все. Мы работаем все, у нас никто не пьет, встаем рано. Я вот начальник детского лагеря был, 48 лет, сам создал лагерь. Он один на весь мир такой лагерь был. Откуда то и как к нам не приезжали, буквально со всего мира, посмотреть, как так. Ребенок наркоман, в течение месяца ничего не остается от того. Полностью меняется. За 48 лет ни одной аварии, ни один потерянный ребенок. А тут по 6, по 8, по 9 тонн, то в Сямо озере, то на Азовском. Да, да, это вообще-то да. Приезжают профессора психологии, живут, записывают все. И наконец выводят главная движущая сила лагеря Астана-Тире с большой буквы «Любовь». Нормально так. Ладно, я побежал, мне идти надо. Я найду, посмотрю ваш канал. Да найдите канал, а если побеседовать, скайп. Там любые вопросы можете... В скайпе, в скайпе. Я понял, ладно, хорошо. А если в сайте, там у меня 38 томов книг вышло. И как мы по всему миру проехали. Я дарил, 35 миллионов подарил книги. Вам это интересно будет? Надо работать. Ладно, хорошо. Не Путина ругать, а молиться за него надо. С Богом. Хорошо. До свидания. До свидания.